Игроки посчитали красного подозрительным И стали голосовать за него Почему оранжевый в итоге? Майни, вновь с вами Всем привет И сегодня с реакцией на очень необычное видео С канал Звездный Капитан И это видео называется SCP Объект 5167 Что будет если древнее божество Попытается поиграть в Манкас Короче, что-то будет необычное и странное Давайте посмотрим, что там за Приколы происходят В этом видео я расскажу вам про SCP-5167 На первый взгляд представляющего собой Импостера или предателя Из популярной игры Манкас Это именно этот монстр Окей Какой же милашка, да, ребята? Красивый, да не могу Что же это за зверь такой? SCP-5167 это некая сущность Которая проявляется в виде обычного игрока Под именем Втонус В онлайновой многопользовательской игре Манкас Этот SCP присоединяется к случайно выбранной игре И ведет себя как самый обычный участник Игрового процесса Аномальные же воздействия проявляются лишь после первого контакта с этим объектом Начинается все довольно безобидно 5167 молчит и начинает общаться Используя возможности внутриигрового чата То есть его Он просто импостер? Это как бы просто импостер? Лишь после того, как к нему обращаются другие игроки Говорит он довольно много Забавно, что в SCP добавляют такие Опа, давайте сделаем так, чтобы Сэмонкас тоже чувак у нас был Ну вообще много SCP взятых объектов Которые из других вселенных и этих Но это круто на самом деле Ну все-таки SCP это организация, которая обучает объекты Которая изучает объекты И могут быть из разных вселенных Почему бы нет? Много обличает того или иного игрока в предательстве Или же пускается в длительные монологи Не обращаясь ни к кому конкретно Я видел, как он убил зеленого До свидания, братишка Те люди, кто вступает в SCP-5167 в диалог При игре в Эмонгас Со временем начинает проявлять симптомы паранойи Синдрома Капгра Психопатологического расстройства При котором больной убежден, что кого-то из его окружения Заменил его двойник Либо когда больной принимает неизвестных лиц Знакомых и родственников Ты чего? Да, вот же крыса И он еще был крестным моего сына Больной также может утверждать, что плохие поступки Которые приписывают его авторству Совершил его двойник, который в точности похож на него Ах ты, я так и знал Это не то, что выпало Он просто смотрел Он просто решил поглядеть Ему понравилось красиво 67 неоднородно И у разных людей симптомы могут проявляться Как в тяжелой, так и в легкой форме Однако зафиксировано, что во время первоначальных случаях Влияние обсуждаемого объекта было достаточным Чтобы у попавших под его воздействие игроков Появилось желание защищать себя от обвинений в их сторону Причем такая самозащита распространялась как на виртуальный, так и на реальный мир Сперва считалось, что такие симптомы сохраняются на протяжении по меньшей мере нескольких месяцев Но по мере наблюдения стало очевидно, что их длительность не превышает одной или двух недель А считалось так, потому что первые несколько зафиксированных случаев были самыми тяжелыми Например, воздействие 5167 на Билли Хэта привело к тому, что он изрезал лица своей семьи в хлам Приняв их за чужих ему людей и почувствовав угрозу с их стороны Вот он и объект Окей, тут это совершенно по-другому объект описано Но это импостер, он объект, видите, он всю пальцами А тут на самом деле все немного сложнее Интереснее Сначала была полная отрешенность от реальности, которая сменилась бредом и галлюцинациями На их смену пришла паранойя, сила воздействия которой была с каждым разом все меньше и меньше По мнению некоторых сотрудников фонда, аномальное воздействие 5167 к концу года должно было стать совершенно незаметным Но это не отменяло того факта, что сама сущность смогла периодически вновь появиться в какой-нибудь игровой сессии по Эмонгаз Сейчас, сейчас, чекайте, все будут подписывать себя в Тонус Хе-хе-хе, смотрите, я SCP в Тонус Главное SCP-5167 был обнаружен фондом, когда игрок по имени ВТонус был эдакой второсортной городской легендой среди сообщества Эмонгаз Почему второсортной? Да, потому что никакой значительной популярности у этой легенды так и не появилось А интерес к ней вскоре довольно быстро почти полностью пропал Несмотря на это, поисковые веб-роботы фонда отметили, что столкновение игроков с этой сущностью могло носить аномальный характер Самообучающийся компьютер ПСИ-2 отслеживал все проводимые игры до тех пор, пока SCP-5167 не был обнаружен Затем были установлены и все игроки-люди, принимавшие участие в игровых партиях У них проявились все уже описанные ранее симптомы, которые с этого момента стали относиться к воздействию 5167 Какого он класса? Там же есть безопасный, кетер и какой-то еще... Короче, мне кажется, это второй уровень опасности Оранжевый, а вроде зеленый, желтый, красный Зеленый, желтый, красный, не оранжевый Да мы поняли, как-то второй уровень опасности Все попытки отследить точки доступа в интернет, которые использовала аномалия Приводили к разным заброшенным домам в сельской местности Греции Собственно говоря, так как объект так и не удалось поставить на содержание фонда И условия его содержания, или если точнее, обнаружения, довольно стандартные Поисковые веб-роботы постоянно мониторят все сообщества по игре Among Us На предмет любых упоминаний возможного контакта с SCP-5167 В случае их обнаружения, все прямые свидетели задерживаются А любые улики, указывающие на появление объекта, удаляются с размещающего их ресурса Пойбанные люди содержатся в специальных камерах до полного исчезновения всех симптомов от контакта с SCP-5167 После на свидетелях применяют амнезиаки и выпускают Придавая стандартную историю... По факту они их, наоборот, даже спасают, чтобы не натворили делов Психологическими расстройствами Ясно, делириум тримус Белая горячка Да белый горячий, совсем белый Также сам обучающимся компьютером С2 был сохранен диалог с 5167 во время одной из игровых сессий Кто-то спросил, где был красный, за которого играла наша сущность В тот момент, когда все находились в реакторе На это 5167 ответил следующее Где я был? Я был там, где горы были новорожденными, океаны девственными Там, где боги ходили среди людей А их мудрость освещала всех, словно лучи солнца Все подумали, ну понятно А у чувака кукуха поехал выкинуть Он такой... Там, где человечество еще было способно на легенды А сейчас я очутился в мире, который даже забыл, что такое вкус жизни Мир, который не живет, а влачет жалкость существования из одного дня в другой. Просто продолжается. Мир, уничтоженный в праздной игре эмоций, которые когда-то были... Как же он бы записал, однако. В мире, где забыли даже богов, и их кость разного времени. Мир, где человек пошел дальше. Где все наследие, что я оставил, это три сраные предложения в Википедии. Я думал, что мое время пришло вновь. Думал, что это буду новый я. Но все это ничто. Пусть на этот раз я останусь мертвым. Я устал. Затем 12 секунд в чате сохранялась пауза, после чего остальные игроки посчитали красного подозрительным. И стали голосовать за него. А почему оранжевый в итоге? М. После у всех проявились описанные выше симптомы... А почему голосовать за красным полетел оранжевый? Ну ладно. Типа. Шо уж там. Смотрите, какая милашка. Если вам понравилось, ставьте свои предательские пальцы вверх. Прикольная идея на самом деле. Окей, довольно забавно. Спасибо, если вы нашли меня в Монгас возле трупа, помните, что он сам упал на мой нож 28 раз. Ну вот так случайно получилось, случайно так вышло. Но он не был предателем, сто процентов, ребят, сто процентов. О, это как классик, когда что-то озвучиваешь. О, это как классик, когда что-то озвучиваешь. А он уже дописал статью про сиреноголовую монстрятину. Блин, себе на голову, это какой-то крыжовый монстр для меня лично почему-то. Не знаю почему. Ребята, ссылка на оригинал в описании. Приходите обязательно подписываться на мой канал Звездный Капитан. Очень прикольный канал. Пишите, какие еще ролики своего канала посмотреть. Может какие-то там старые, популярные, или просто какой-то ваш любимый ролик своего канала. Пишите, будет довольно интересно посмотреть, что вы смотрели и что бы посмотреть. И также подписывайтесь на мой канал, если вам нравятся мои реакции. Почему бы и нет? Хочу миллион подписчиков до конца года. Спасибо большое всем, кто подпишется. Всем удачки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok